Мы начинаем с вами лекцию номер два «Радость доверия Богу». Именно это и есть покой. Слова «покой» и «доверие» связаны между собой. И до тех пор, пока мы не научимся доверять Богу, мы научимся иметь покой в Нем, иметь истинный покой. Но вначале я хотел бы рассказать вам о своем отце. Вот вы видите его фотографию с его женой, это моя мама. Фотография была сделана во время Второй мировой войны, но не о войне я хотел вам сейчас рассказать. Мой отец был уважаемым человеком в обществе, он был бизнесменом, предпринимателем, и он очень много работал, основал свою компанию. Когда он умер в возрасте 85 лет, в газетах написали следующее. Высокопорядочный, щедрый, творческий человек умер в возрасте 85 лет. Во время похорон приходили очень многие, чтобы поддержать нас, помочь в чем-то нам в это нелегкое время. В течение пяти часов не прекращался поток людей, которые приходили, чтобы выразить слова соболезнования и любви и признательности, которые они испытывали к моему отцу. В течение двух часов это были сотрудники компании, которые он основал, потом в три часа просто люди из нашего города. И в последней группе были люди, которые когда-то работали на него, но со временем основали свой собственный бизнес. И они повторяли снова и снова, что если бы не мой отец, у них бы ничего не вышло. Они бы не смогли добиться того, чего добились. Но что удивительно, пришло несколько человек выразить свои соболезнования и уважение к моему отцу, несмотря даже на то, что мой отец однажды уволил их с работы. Но это в итоге оказалось им на благо, потому что они извлекли из этого уроки. Мой отец очень доверял людям, был доверчивым, и этим некоторые пользовались. Он начинал какое-то дело с каким-то человеком, совместное партнерство, удалось что-то создать, чего-то добиться, и затем его партнер обманным путем отбирал его часть бизнеса у него. И подобное происходило не один раз. И я помню о том, как он переживал по этому поводу, сколько морщин у него появилось на лице из-за этого. Но он продолжал доверять людям, потому что были и те, кто оправдывал его доверие. Некоторые из них были очень бедными людьми, которым он помог стать на ноги, начать зарабатывать, купить дом. И эти люди не обманули его, когда он протянул им руку помощи. И за многие годы эти люди стали его близкими друзьями. Но время от времени появлялись и те, кто казались поначалу верными друзьями, но потом подводили его, использовали его для своих интересов. Я также помню еще одного человека, который был достаточно беден. Однажды мой отец нанял его на работу и, можно так сказать, вытащил из нищеты и дал ему хорошую работу. Но прошло не так много времени, и этот человек украл деньги у моего отца. И, конечно, после этого он был уволен. Но мой отец вновь и вновь продолжал доверять людям. Я также помню одного человека в семинарии, который был похож на моего отца. Он был президентом семинарии, в котором я учился. Его звали Кеннет Канцер. И он мне сказал, что он допустил определенные ошибки в своей жизни. Он доверял тем людям, которым не следовало доверять. Но он также сказал о том, что когда доверял людям, то это давало возможность им вырасти, возрасти духовно, возрасти как личность. И именно таким был мой отец. Он говорил, я буду доверять людям, даже несмотря на риск потерять деньги, потерять друзей. Я буду давать людям возможности. Кто-то воспользуется мной, но другие возрастут и оправдают мое доверие. Я это говорю для того, чтобы дать всем нам понять, что Бог доверяет нам, дает нам возможности. Кто-то оправдает его доверие, оправдает его ожидания. Кто-то же будет учиться на своих ошибках, вновь и вновь подводя Бога, не оправдывая его ожидания. И сейчас мы прочитаем из книги «Исход» 16 главы. Это первый текст, где поминается слово «суббота», где понятие покоя связывается с седьмым днем. Итак, книга «Исход», глава 16, 29 стих. «Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня». Вся эта глава посвящена теме доверия. Оправдаем мы или нет доверие Бога? Как мы поступим с теми возможностями, которые дает нам Бог? Доверимся ли мы Ему и послушаемся, или поступим по собственной воле? Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры, что в принципе то же самое, что и доверие, без веры угодить Богу невозможно». Поэтому я назвал это занятие, второе занятие «Радость доверия Богу». Бог радуется, когда мы доверяем Ему. И чтобы мы могли иметь покой, мы должны Ему доверять. Для того, чтобы лучше изучить предложенный материал, для того, чтобы понять, о чем говорится в Писании, я хотел бы с вами повторить методы изучения Библии. Очень кратко. И обычно вот о чем я прошу людей, когда они слышат или читают текст Писания. Перечислите повторяющиеся ключевые слова. Возьмите ручку или карандаш, возьмите листок бумаги и отметьте, перечислите, выпишите те слова, которые повторяются. Ключевые повторяющиеся слова. Посмотрите, насколько часто они упоминаются. И очень скоро я приведу вам пример. И затем второе. Выберите один или два библейских стиха, наиболее точно и полно отражающих суть изучаемого текста. Есть ли какой-то в тексте стих, который как бы подводит резюме всему написанному, подводит итог главе или книги Библии? Иногда это совсем непросто сделать. Может, придется объединить два или несколько стихов вместе и сформулировать то предложение, которое будет отражать суть текста. И сейчас мы попытаемся разобрать текст таким образом. И я вновь попрошу мою жену Лоис прочесть этот текст. Мы не будем читать всю главу, хотя могли бы прочитать всю главу. Начало главы вы можете прочитать самостоятельно, а мы начнем с 21 стиха, 16 главы книги Исход. «И собирали его рано поутру, каждый, сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. И в шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гамора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им, «Вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня, что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле». Шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота, не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать, и не нашли. И сказал Господь Моисею, «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей Моих и законов Моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя. Никто не выходи от места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день». Итак, мы прослушали с вами текст, и давайте посмотрим, какие же слова повторяются в нем. Одно такое слово — это слово «собирать». И мы вскоре с вами обсудим, что оно означает. Но вот вы видите, в двадцать первом стихе слово «собирать», в двадцать втором стихе и так далее. Также вы можете увидеть другое слово — «покоиться». И сюда же можно отнести слово «суббота», потому что оно означает «покой». Поэтому можем подчеркнуть все эти слова «суббота», «день покоя», «покоился». Это все похожие слова, которые имеют одинаковый смысл. И они образуют еще одну категорию повторяющихся слов. Есть еще одна категория слов — «повеление», «повелеть». Мы видим, что Моисей повелел в двадцать третьем стихе. Также двадцать четвертый стих. Господь сказал, Господь повелел Моисею, а Моисей передал это повеление народу. А также посмотрите двадцать восьмой стих. А также слово «дать» повторяется несколько раз в этом тексте. Это двадцать девятый стих, который мы уже прочитали. И в этом стихе это слово упоминается дважды. Итак, вот эти слова «собирать», «повелеть», «суббота», «покой», «давать». Седьмой день — это еще одно упоминание «субботы» или «покоя». Итак, как же мы поступим со всеми этими словами? Теперь давайте попробуем найти стих, который лучше всего характеризует записанное в этом отрывке. Стих, который передает суть этого текста. И ключевым стихом этого отрывка я бы назвал двадцать девятый стих, который я прочитал в начале этой лекции. Этот стих лучше всего отражает суть написанного здесь. И он начинается со слова «смотрите». «Смотрите, Господь дал вам субботу», «день покоя», «посему он и дает в шестой день хлеба на два дня». «Оставайтесь каждый у себя на седьмой день». «Никто не выходи от места своего в седьмой день». Здесь мы видим суть того, что повелел Господь. «День покоя». И в предшествующие шесть дней им давалось столько хлеба, что им не нужно было в седьмой день идти его собирать. И более того, если кто-то и пошел бы собирать, то он ничего бы не нашел. И попытка выйти и что-то найти является собой непослушание Богу. И этот день связан с чудом. В любой другой день, если не собирали маны больше, чем они могли съесть за день, то эта мана не сохранялась. Она портилась. Она начинала вонять. И в ней заводились черви. Поэтому, если кто-то хотел собрать маны больше, не в шестой день, а в любой другой, то он обнаруживал, что мана портилась, начинала вонять, и черви съедали ее. И поэтому по запаху, доносившемуся из шатра, можно было определить, кто слушается Бога, а кто ослушался Его, собирая слишком много, пытаясь собрать прозапас на следующий день. Вы можете выйти из шатра и почувствовать ужасный запах. Воняет. Откуда воняет? А вот из того шатра. Та семья вновь ослушалась Бога, собрала больше, чем смогла съесть. А теперь все завоняло. Когда же они начнут слушаться Бога и будут собирать лишь столько, сколько им нужно на день? И это напоминает нам о молитве «Отче наш». «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Столько, сколько достаточно для каждого человека. Но чья-то жадность приводила к тому, что появлялась вонь во всем обществе. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Но вот на шестой день происходило чудо. В шестой день они могли собрать больше, и эта мана сохранялась на седьмой день. А в седьмой день они выходили из шатра и ничего не могли найти. Маны на седьмой день не было. Бог давал им достаточно в предыдущий день, в шестой день, так, чтобы им хватало на седьмой день. Вот вы понимаете эту идею, принцип выбрать стих, который отражает суть всего текста. Но иногда приходится самим формулировать предложение, которое отражает суть текста. И вот я написал такое предложение, может быть, оно не самое лучшее. Господь дал вам субботу как дар и напоминание о своем непрерывном попечении. Вы можете увидеть, что слово «дал» присутствует как в ключевом стихе, так и в этом предложении. То же самое можно сказать и о слове «суббота», это ключевые и повторяемые слова. Также и слово «покой». Это напоминание нам, чтобы мы доверяли его попечению. Идея доверия прослеживается в этом тексте очень четко, несмотря на то, что само слово «доверие» в этом тексте вы не увидите. И очень важно взять себя за правило разбирать текст Библии подобным образом, чтобы понимать, о чем в нем говорится, и не зависеть от пастора или проповедника церкви. Если, скажем, у меня появляются сложности понять какой-то текст, то я прибегаю вот к этому методу изучения Библии. Нахожу ключевые повторяющиеся слова, нахожу ключевой стих, и также пытаюсь составить предложение-резюме, которые отражают суть текста. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии.